Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Я рада вас видеть снова на моём канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, новостями из Швейцарии, событиями, которые здесь происходят. Многие люди, которые только приехали в Швейцарию, жалуются, что здесь очень скучно. Ну, потому что они не знают языка и не знают, где искать мероприятия, которые проходят в Швейцарии. И сегодняшний мой сюжет будет посвящён интересным событиям, а также необычным мероприятиям, которые проводят в Швейцарии. Я уверена, что вы будете тоже удивлены. А самое важное, где их искать? Ну, например, начнём с обычной газеты «Анцайгер». Это типа рекламная газета, где каждый человек может дать объявление. И, естественно, фирмы этим тоже пользуются, да. То есть здесь нет, в принципе, никакой информации другой, кроме как оповещения о каких-то важных делах и мероприятиях. Так вот, начну я с того, что просматривая почту, да, то есть ненужное сразу сортирую, выбрасываю, оставляю только этот «Анцайгер». И между газет у меня, опс, флайер. Причём, смотрите, как симпатично оформлен и написано «Мойка окон», «Осенняя мойка окон». Очень красивые цвета, картинка, подобрана качество. Это и привлекло моё внимание. И когда я начала смотреть обратную сторону этого флайера и дошла до конца, я увидела семейную фотографию и прочитала, что, оказывается, это семья украинцев, которые хотят быть независимыми от социальной службы и так далее и устали от поиска работы и решили организовать свою фирму. Очень грамотно сделан флайер, потому что здесь уже они привели примеры цен на уборку. То есть они предоставляют глажку, уборку ванных, уборку квартир при переезде. Сразу говорю, это не реклама, я делаю от чистого сердца, потому что хочу поддержать украинцев, которые не сидят без дела и активно занимаются своим продвижением себя в новой стране. Так вот, здесь написано, что, например, уборка двухкомнатной квартиры каждые две недели в месяц будет стоить 200 франков. Например, трёх-четырёхкомнатной – 240. Ну а дом, 160 квадратных метров убрать, будет стоить от 300 франков. Естественно, зависит от объёма и от загрязнения. Вот, я увидела их веб-сайт, посетила, посмотрела и решила с ними созвониться, потому что меня интересовал ещё такой вопрос, как они занялись вот этой доставкой флайеров. Делали ли они это лично, либо доверились какой-то фирме. Потому что, как вы знаете, когда я открывала свой праксис, также столкнулась с такой проблемой и нашла фирму, которая распределила 20 тысяч моих флайеров. И, к сожалению, к большому сожалению, до сих пор прошёл уже год, никто, ни один человек с флайером ко мне не вернулся. Хотя я в этом флайере дала скидку для новых клиентов 20 франков. Она без ограничений, без каких-то дат. Обычно швейцарцы такие скидки не выбрасывают. Если бы они получили этот флайер, увидели, что можно сделать массаж подешевле, они бы приберегли этот флайер. У меня создалось впечатление, что мои флайера просто выбросили. А деньги, 2,5 тысячи франков я заплатила на ветер. Созвонившись с этими людьми, он заказывал эту услугу на почте. То есть пост-цеха. Вдруг кому-то тоже будет интересно, делюсь вами. Верьте в себя, всё у вас получится. И вот такие примеры будут вас вдохновлять. Просматривая газету, обычная газета, которая приходит каждую неделю, можно уже себе свой календарь забить разными событиями. Ну, я не буду сейчас говорить о разных мероприятиях, которые проходят. Например, гонки, мотокросс, где-то в ресторане раклет-ужин, где-то, значит, какой-то день открытых дверей футбольного клуба, где можно прийти, посмотреть, что они предлагают, и, естественно, записаться. Я буду сейчас об очень необычных вещах говорить. И вот, например, курс, который я хочу посидеть лично. Напишите в комментариях, будет ли вам интересно, чтобы я сделала на эту тему сюжет. Я считаю, что эта тема очень интересна. Итак, курс, который называется «Остановка сердца. Что делать?» Значит, каждая секунда на счету. Значит, в программе этого курса будут объяснять и рассказывать, как оказать первую помощь при остановке сердца, при проблеме с кровообращением, с сердцебиением, то есть, как распознать, например, какой-то инсульт или инфаркт, какие бывают первые признаки, что делать, как действовать. Значит, участие бесплатно. Естественно, так как ограниченное количество участников нужно заранее записаться. И этот курс будет проходить 5 сентября в четверг с 19.00 до 21.00 в Старом шпитале Солотомном. Значит, там, естественно, будет не только теория, но и практические занятия, то есть, будут показывать, как приводить в чувство человека, который потерял сознание, как делать прямой массаж сердца. И, естественно, мы будем также друг на друге пробовать. Проводит этот курс доктор медицины, ведущий доктор кардиологии из Бюргер-шпиталя. Согласитесь, очень полезные сведения. На всякий случай, да, вот такими знаниями овладеете. Следующий курс, который точно так же бесплатно проходит, называется «Мобилитет-курс». Вот он. Значит, здесь будут рассказывать о свободном перемещении по Швейцарии, какие есть виды абонементов, чем они отличаются, какой абонемент подходит в каких случаях, что включён, например, в тагис-карту, какие виды транспорта, чем отличается, например, годовой абонемент от месячного, как путешествовать безопасно, на что нужно обращать внимание, как купить в автомате билетном билет, какие есть отличия, да, на что нужно обращать внимание, какие есть диджитальные новые возможности, то есть знакомство с приложением в телефоне. Там, оказывается, есть постоянно какие-то новые новинки, да, и вот в прошлый раз, кстати, мне контролёр, проверяя билет, сказал, «А вы знаете про услугу Изирайт?» Я говорю, «Нет». И он мне тут же показал, что не нужно покупать билеты заранее, ты вот так вот провёл, начал свой маршрут, и программа автоматически потом считает, сколько ты провёл в поезде и какая стоимость у тебя билета. То есть вот это всё вам будут объяснять на таком вот семинаре однодневном, и, естественно, это всё бесплатно. Дальше. Как предотвратить риски, да, которые могут возникнуть при путешествии на общественном транспорте? Например, несчастный случай, либо вы упали с перрона, да, на резные пути. Что нужно делать, как реагировать, а дальше по-умному комбинировать автобус, поезд, трамвай, чтобы добраться до цели как можно быстрее и дешевле. Я считаю, что это тоже потрясающая возможность. 17 сентября с 8.30 до 12.00 в Югенберге Салатурн Юразау Ландхаус Квай 23. Пожалуйста, кому интересно, напишите в комментариях, я ещё продублирую. И в нашем телеграм-канале также. Следующее интересное объявление, как учитель, пенсионер из гимназии предлагает уроки по математике. То есть даже частное лицо может дать сюда объявление, таким образом найдёт для себя подработку на пенсии. И вот это очень миленькое объявление, где бабушка с дедушкой поздравляют свою внучку с успешным окончанием Лерштелли, с нотами 5,3. Второе место по всему кантону Салатурн. То есть гордятся так сильно, что решили через газету это обнародовать. Ну а теперь перейдём к рубрике «Кулинарная Швейцария». В Швейцарии есть очень много мест, где можно элементарно бесплатно перекусить и поесть. И есть люди, которые выискивают такие анласы в газетах. И мы так смеялись с Беатом. Я говорю, Беат, мы не едем на дачу, потому что я нашла в субботу столько мероприятий. Там тебе и завтрак, и обед, и ужин, и увеселительная программа. Пропустить ты этого никак не сможешь. Так вот, значит, хочу также посетить вот этот дом. Значит, это альтербонинг. Как я вам говорила, что когда люди пожилые заканчивают работу, и если они хотят жить, как детский сад для пожилых людей, да, есть такие огромные территории, как бы такие центры, да, строят для пожилых людей, где можно уже не жить в каком-то огромном доме, а купить, либо снять себе квартирку, где они будут в окружении таких же людей, как и его же возраста. Там же будет организован их досуг, и там же можно организовать себе и уборку, и готовку. То есть ты, по сути, живешь как в отеле, да, то есть ты не платишь за коммунальные платежи, у тебя не болит голова, что там какие-то счета надо давать. Ты даешь ежемесячно определенную сумму и живешь в свое удовольствие, в чистой убранной квартире, питаешься в ресторане, и еще у тебя есть какие-то программы развлекательные, да, то есть выездные мероприятия, какие-то экскурсии, то есть это уже на твое усмотрение. Значит, каждый четверг можно посетить без предварительной записи этот дом, и всегда кофе и кусок пирога вам прилагается бесплатно. Значит, вам покажут, ведут по вот этой резиденции для пенсионеров, покажут какие-то условия и, естественно, расскажут, какие там цены. Если вам, опять-таки, эта тема интересна, пишите в комментариях кодовое слово «резиденция». Пойду обязательно посещу в плане экскурсии. Так, значит, еще один такой тоже интересное мероприятие – «Бранч-буфет», который проходит в одном из домов престарелых здесь рядышком. Значит, он в субботу, в воскресенье, стоит 28 франков с человека. Это делается прежде всего для того, чтобы прийти и пообщаться с местными людьми, чтобы им там было не так скучно, вы приходите, поддерживаете этот дом престарелых. Вот этим небольшим за 28 франков у вас там прекрасный «Бранч». Это что-то между завтраком и обедом. И самое главное – вы имеете возможность пообщаться с людьми, которые живут в доме престарелых, чтобы у них хоть немножечко было какое-то веселье. Потому что не у всех есть дети, например, родственники, которые их там могут приходить и посещать. Много вакансий в этой газете. И на этот раз меня удивило, что очень много вакансий от города, от городских властей, от социальной службы, социальные страховки. Также здесь вы можете найти Лерштеля, который уже на 2025 год открытый. И, кстати, не забывайте, что сейчас в сентябре пройдёт ярмарка вакансий. Это Бернская выставка, где представлена ярмарка вакансий, где можно прийти с ребёнком, обычно со школы они туда идут, и про каждую профессию увидеть и материал напечатанный, и поговорить с детьми, которые осваивают эту профессию. И, естественно, это поможет выбрать профессию, либо шнуперы дни, пробные дни назначить, может быть, в таких направлениях, которые вы вообще не рассматривали, и даже не знаете, как они называются. Ещё меня здесь заинтересовал мужской кох-курс, то есть кулинарный курс для мужчин, которые либо живут одни, и после развода столкнулись с тем, что не умеют готовить, либо хотят, наоборот, удивить свою любимую жену, сделать романтический ужин. Поэтому можно воспользоваться ситуацией, и 29 октября в 18.30 такой кох-курс за 135 франков включает в себя меню из трёх блюд. Естественно, это потом то, что приготовили, сами и едят. Такое объявление, что, оказывается, есть организация, которая подготавливает деток с какими-то отклонениями в развитии, их готовят к профессии. Всё равно, да, тут любой человек, неважно, какая у него степень инвалидности, всё равно должен овладеть какой-то профессией, которая позволяет ему, да, по его здоровью. Здесь есть такое место, где эти дети обучаются профессии в отеле, либо в ресторане, на кухне, например. И вы можете прийти, поесть, как обед в этом месте, где эти дети будут точно так же на практике свои знания оттачивать в плане обслуживания клиентов, общения с клиентами. Естественно, у них же можно заказать услуги по кейтерингу, поглажке и по стирке, например, когда рестораны сдают свои салфетки, скатерти, и, естественно, кто-то должен их стирать, выглаживать, складывать, и это всё по ресторанам дальше развозить. Вот этим занимается как раз такая организация, которая помогает деткам приобрести профессию. Терезия Хаус, дом Терезы, да. Два-три вторника в месяц они проводят вот такие мероприятия у себя. Значит, вы можете точно так же загуглить Терезия Хаус и посмотреть, может быть, ваш ребёнок, да, какие-то имеет отклонения и хотел бы там получить профессию. Потому что меня в прошлый раз спрашивали, где вообще искать такие возможности, если у ребёнка какая-то степень инвалидности, и он, ну как сказать, не совсем такой, как остальные детки. Ещё одно очень интересное мероприятие и событие, просто чтобы вы понимали, как устроена жизнь в Швейцарии, это повышение квалификации для приёмных семей, для приёмных родителей. Я уже делала несколько сюжетов. Здесь приёмные родители, это семья, которая хочет взять, флеги фамилия, да, называется, которая будет ухаживать за ребёнком из трудной семьи. Не обязательно это дети из семьи, пьяниц и наркоманов, это даже могут быть дети, когда мама попала в больницу, может быть, у неё депрессия, либо какое-то психическое заболевание, а ребёнок не может жить один дома, и тогда его передают на это время флеги фамилия, которая за ним ухаживает, которая смотрит за ним, в школу, в садик водит, то есть никаких прав родительских у этой семьи нет, они просто занимаются уходом за ребёнком. И такие родители, естественно, должны соответствовать критериям, да, чтобы получить такую возможность. Естественно, это эмпатия, это понятие детской психологии, и они прекрасно понимают, что это не усыновление ребёнка, да, а это временный уход, пока родители не могут на данный момент заниматься своим ребёнком. И как это делать правильно, чтобы минимизировать, да, страдания ребёнка, если вдруг это произошло внезапно. Там же на этом мероприятии, которое пройдёт в Олтоне и в Салатурне, значит, 17 и 5 сентября, там же можно подать заявку и узнать об этой возможности, как стать, какие требования к такой семье. И там они затронут темы по педагогике, по эмоциональному состоянию ребёнка, а также обмен опытом с другими родителями, приёмными, которые занимаются тем же. Интересно же, скажите? Я уверена, такой сюжет был очень многим полезен, интересен. Ставьте, пожалуйста, свои лайки, пишите комментарии. Ну, а мы увидимся с вами уже завтра. Не менее интересном сюжете. Отличного всем дня, прекрасного настроения. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!